В Риге стартовало первенство Европы по самбо среди кадетов. И, к сожалению, осветить эти соревнования Самбо ТВ не представилось возможным, несмотря на все усилия. Съемочная группа канала приехала в полном составе в Ригу. 14 человек должны были быть задействованы в проведении онлайн-трансляции. Наш интернет-канал имел все необходимые разрешения и документы для проведения прямой трансляции первенства. И, тем не менее, сотрудники охранного предприятия не позволили пройти съемочной группе в зал Олимпийского центра спорта. Объяснялось все следующим образом. Согласовать присутствие необходимо с организаторами, свяжитесь с правообладателем Владимиром Иваницким. Ну а дальше последовал разговор руководителя проекта Самбо ТВ с ним. Правда, похоже, это было не на взаимодействие со СМИ, а на оперативную съемку. Камера в руке направлена на себя, указания даты, времени и прочего для полноценного антуража. Значит, сегодня у нас 13 число, сентября, Рига-Кодесский чемпионат Европы. Значит, разговор будет идти об аккредитации присутствия Гервана Аренса, начальника службы безопасности чемпионата Европы. Суть изречения Владимира заключалась в том, что необходимо подать заявку на аккредитацию. Объяснили в следующем, что заключен договор с альтернативной компанией, которые передаются исключительные права. Как правило, в этих случаях права не передаются, они продаются. Самбо не на том уровне, чтобы на сегодняшний день продавать права. Понятно, что это дело было сделано искусственно, что это было сделано только для того, чтобы не допустить самбо-тв к съемкам. Понимая сложность ситуации, понимая те формальности, о которых они нам говорили, поводы, причины, любые поводы, причины, но только не допустить самбо-тв, мы поняли, что снимать они нам все равно не дадут. Это было известно после разговора с Иваницким, который являлся, так скажем, правообладателем на трансляцию. В то же время принимающую сторону Владимир Иваницкий охарактеризовал по-своему, назвав президента Ассоциации клубов самбо-Латвии Андрея Бирюкова странным представителем. Представитель вчера в латвийской стране ваш, Андрей, который вводит в заблуждение, который вводит в заблуждение и вас в том числе, и который очень странный представитель, но не будем это обсуждать. Заявка на аккредитацию и на разрешение на съемки были уже поданы изначально, и было приглашение от организаторов этого соревнования. У нас были все разрешающие документы. Популяризация любого вида спорта зависит в первую очередь от того, как он преподносится в средствах массовой информации. А главное, от того, какое количество журналистов регулярно его освещают. Самбо-ТВ является тем каналом, который на протяжении многих лет собирал архив во всем мире, из фотографий, репортажей, документальных фильмов о самбо и его героях, и первым, кто начал трансляции в интернет. А главное, у спортсменов и их родственников, друзей и близких, появилась возможность в прямом эфире следить за ходом схваток на соревнованиях различного уровня. Так как Андрей Беряков является президентом Латвийской Федерации самбо, и как организатор с латвийской стороны, он имел полное право на приглашение у Самбо-ТВ. Мы уже не первый раз работаем в Риге. Ну, откровенно говоря, то, что сегодня произошло, для меня это был какой-то своеобразный шок. Потому что, ну, ни для кого не секрет, что сейчас в Самбо происходят определенные перемены. Вот, у нас решением Колумбурского конгресса экс-президент Василий Шостаков отправлен в отставку, избран новый президент. Но это все, скажем так, административные меры, административная борьба, если хотите, все что угодно. Но когда происходит то, что произошло сегодня, у меня это вызывает и горечь, и недоумение, и еще там масса целых чувств. Почему? Потому что есть телевизионный канал, который давно и очень хорошо готовит материал про самбо. И, в конце концов, это не менее важно, как сам спорт, как сама борьба. И поэтому факт недопущения этого канала, скажем так, на соревнования, для обеспечения прямой трансляции, ну, это просто то, чего я до сих пор даже не могу до конца осознать и характеризовать. Потому что мне известно, что ваш телеканал не допустили, например, на проведение конгресса или там исполкома, я уж даже не помню чего. Но это политика, а это чистый спорт. Это означает, что люди, которые сейчас, скажем так, ответственные за проведение этого мероприятия, они уже начинают жертвовать идеями самого спорта ради достижения каких-то там политических интересов. Вот это вот самое грустное. Я считаю, что это грубейшая ошибка. Я не буду юридически говорить, буду говорить по-человечески, как человек, который, так же, как и вы, вы первые, которые начали снимать самбо, так же, как я, который создал Федерацию Румынии самбо. То есть в Румынии до этого самбо не было. Я считаю, что на соревнованиях, если бы участвовала не одна компания телевизионная, а 2, 3, 5, 10, это было только на пользу самбо. Мы не говорим о монополе здесь, но та же самая. Если я приеду и расскажу просто у себя, что, вы знаете, было 3 или 4 телевидения, 5 газет, это намного больше будет хорошего для популярности самбо. А то, что взять на себя монопол, ну, я не знаю, я такого еще не видел просто. Есть, я понимаю, аккредитация, есть какие-то правила, там, какие-то законы, но на трансляцию я имею в виду. Но чтобы запретить зайти в зал и снимать, я первый раз слышал. То есть такого еще я не встречал, если честно. Может быть, я где-то ошибаюсь, я юридически, может быть, не точно выражаюсь по этому поводу. Насчет аккредитации, насчет, ну, да, трансляцию, я думаю, можно, есть один или двое, у которых можно взять. И перетранслировать, так я думаю, но запретить, думаю, что нельзя было это делать. Всегда, когда работали мы, работали, приезжали и другие телекомпании, мы всегда давали возможность как получения сигнала от нас, так и параллельной съемки мероприятий для нас, как для Самбо ТВ, для телекомпаний, которые фактически являются официальным каналом Самбо. Именно популяризация, именно развитие Самбо во всех регионах и в том числе в СМИ самое приоритетное. Мы никогда не выступали за то, чтобы Самбо ТВ снимала все мероприятия, только транслировались эти мероприятия на нашем сайте. Наша съемочная группа все же попыталась попасть на открытие первенства, но охрана буквально заблокировала всевозможные пути в зал соревнований. Предоставленные документы были просто проигнорированы. Добиться встречи с Сергеем Елисеевым, президентом Европейской Федерации Самбо, нам также не удалось. Объясните, пожалуйста, почему вы не пропускаете на соревнования телевизионную группу фонда Самбо? Вы знаете, эта ситуация, которую я сейчас вижу, она, наверное, должна решиться с теми, кто имеет право на телевизионную транспорцию. Каким документом регламентированы эти права? Договорные права. Каким договором? Кто этот договор заключал? От имени какой организации? Европейская Федерация самбо имеет. Я член Европейской Федерации Самбо уже более 10 лет. Это ложь абсолютно. Приглашайте сюда президента. Завидите его сюда. Нет, подождите, что значит сами заявите? Ребята, он ваш начальник, правильно я понимаю? Вы здесь первое лицо. Я вам задаю вопросы. Нас в Ригу пригласила Ответственная Ассоциация Клубов Самбо во главе президента Андрея Бирюкова. Было официальное приглашение для съемок и прямой трансляции первенства Европы по газетам. Соответственно, мы уже готовились. Фактически около двух недель готовили документы, решали организационные вопросы. Был подписан трехсторонний договор между ФИАС, от Латвийской Ассоциации Клубов Самбо и Самбо ТВ на организацию трансляции первенства. И за буквально три дня до начала старта мы приехали для того, чтобы посвящать это мероприятие. Сейчас на данном этапе сам БТВ на самом высоком уровне профессиональном снимает борьбу. Но нельзя сказать, что другие компании, которые пытаются это сделать, я думаю, им надо дать вету такое, чтобы они учились. На данном этапе, конечно, уровень самый низкий, да, по сравнению с Самбо ТВ. Но думаю, что разные телевизионные компании, которые пробуют и хотят, они могут научиться, и дальше могут передавать борьбу в хороших ракурсах, хорошими повторами. И снимать именно то, что нужно, доводить до зрителя борьбу. Потому что зритель стоит, смотрит, не понимает, да? А профессионалы хорошей съемкой могут довести до зрителя, почему дали бал, почему наказали или почему он выиграл. Для меня не было неожиданностью, что президент Европейской Федерации Самбо, господин Елисеев, ведет себя вот таким образом. Он давно уже взял на вооружение административные, авторитарные методы управления. Он абсолютно не считается ни суставом Европейской Федерации, не с тем, что она состоит из отдельных федераций, не с тем, что президенты федерации – это лица, которые избраны у себя национальными делами, не с тем, что есть люди, которые просто бескорыстно делают большое и общее дело. Вот ваш фонд, ведь, насколько мне известно, ведь денег за это никаких реальных не платится. Просто производится реальная трансляция, идет популяризация. И поэтому этот человек, он просто-напросто, я же уже говорил, он позелил всех на своих или нет, лояльных к себе или тех, кто его поддерживает, он приветствует, он им обеспечивает доступ. А тех, скажем, лиц, которые бывают объективны или организации, он их просто-напросто самовольно вычеркивает вычеркивает из списка и поэтому не пускает. Поэтому для меня это не неожиданность. Я вообще считаю, что Елисеев, он уже перешел все допустимые нормы, все допустимые рамки. И я считаю, что этому необходимо дать какую-то серьезную, очень серьезную оценку, сделать вывод. В итоге для того, чтобы не доводить ситуацию до абсурда и не срывать соревнования, съемочная группа «Самбо-ТВ» покинула Олимпийский центр спорта до начала мероприятия. Нас не пустили, прежде всего, охранные структуры, которые по периметру охраняли соревнования. И им было указание от Оргкомитета не пускать телеканал «Самбо-ТВ» на съемки мероприятий. Нас не пустили не только на сами страны, но и даже в зону зрителей, где мы могли хотя бы брать интервью у спортсменов. То есть было полностью запрещено какое-либо вещание и съемка. Всех нас, к великому несчастью, к великому сожалению, раскрасили на белых и красных поделили. То есть действует по принципу «кто не с нами, тот против нас». Что само по себе, что касается прессы, это вообще в принципе недопустимо, потому что пресса, она всегда должна быть независимой. И ваш канал, насколько я помню, он всегда проводил блестящие независимые объективные репортажи. Но поскольку этот канал имеет отношение к фонду «Самбо», к фонду развития «Самбо», очевидно, поэтому его и зачислил в разряд, получается, что вражеских. В Румынии, конечно, смотрят «Самбо-ТВ», особенно популярным стало после проведения чемпионата Европы по юношам и молодежи. Дело в том, что не вся сборная Румынии, которая участвовала в Бухаресте, из Бухареста, да, это уезды со всех регионов Румынии, и была очень хорошая возможность родителям, родственникам, бабушкам, дедушкам смотреть в прямом эфире выступления их родственников. Спортсмены отзываются очень горячо и приятно о телеканале «Самбо-ТВ», потому что там и фотографии, во-первых, можно выбрать себе с чемпионатов, с ярких встреч, с ярких приемов, очень профессиональные фотографии. Дело в том, что очень трудно поймать прием в «Самбо», вообще в борьбе, считаю, что это очень быстро происходит, и вот на разных этапах приема мы увидели очень много фотографий, которые остаются настоящей о память, о определенных схватках. Насчет трансляции онлайн, ну, я уже сказал, это очень интересно, актуально, мы очень хорошо сработались, оперативно все было, и с картинкой в интернете, и с картинкой на экране, с повторами, очень интересно произошло. Потом новация, вот это, что не надо поднимать флаги, нам тоже очень понравилось. Я вижу, что с каждым годом разные страны или разные телеканалы берут на вооружение, вот это, что на экране, флаги стран, то есть поднимать их уже не нужно. Тогда никогда не перепутаешь, какой флаг надо поднять за призер. К сожалению, опять страдают спортсмены, потому что на самом деле спортсмены к нам неоднократно подходили, ждали, когда мы придем, будем работать на соревнованиях. Мы приехали сюда, чтобы снять спорт, не более того, для того, чтобы большое количество спортсменов могли увидеть себя, своих близких, друзей, родных в интернете, посмотреть в записи. К сожалению, по политическим и организационным моментам нам не удалось провести прямую трансляцию. Мы приносим извинения нашим зрителям, и мы сделаем все возможное для того, чтобы избежать подобных ситуаций в дальнейшем. Как оказалось, прямая трансляция была сорвана окончательно из-за допущенных технических ошибок компании «Вещателя». Сигнал был недоступен для пользователей интернета. К сожалению, родителям и друзьям самбистов не удалось следить за ходом событий в режиме онлайн. В дальнейшем мы будем стараться подтвердить статус «Самбо.ТВ» как основного канала борьбы с самбо, давать возможность освещать борьбу наибольшему количеству СМИ, а главное – содействовать национальным федерациям в размещении трансляций на их сайтах в свободном доступе. Мы в этом действительно заинтересованы и не хотим связывать возможность освещать спортивные события с политическими аспектами. Спасибо всем самбистам, которые нас поддерживают и ждут оперативной информации из турниров.